Добрый день, Владимир! Огромная благодарность за возможность получить ответы на важные вопросы. Я представлю Владимира Фисенко, известнейший украинский политолог и глава оценка прикладных политических исследований ПЕНТА. Здравствуйте еще раз. Да, добрый день. Сейчас, буквально в последние дни, вчера я слышала такое заявление господина Шульца, что, возможно, если возобновятся переговоры между Россией и Украиной, удастся достичь режима прекращения огня, помирить Россию с Украиной. Ну, я, может быть, утрирую, но где-то так, что можно будет подумать и о снятии санкций, и о восстановлении отношений с Российской Федерацией. Параллельно господин Драги и господин Макрон говорят нечто похожее о сохранении лица Путина, о том, чтобы дать ему возможность выйти из этого, как, по нашему мнению, уже готовящегося поражения Российской Армии, с сохранением некого лица. Как вы это все оцениваете и вообще есть ли перспектива у каких-то мирных переговоров с Россией? Ну, всегда есть разные перспективы, разные сценарии развития ситуации, но то, что происходит, это отражение позиции ряда европейских лидеров и крупных европейских стран. Прежде всего, стран Европейского Союза, таких стран, как Германия, Франция, Италия. Надо учитывать, что все эти три страны имеют достаточно большой объем торговли, традиционно, исторически большой объем торговли с Россией, особенно по энергоресурсам. Причем, как бы от России они получают энергоресурсы, в основном газ, нефть. А в Россию, как правило, экспортировали немало своих товаров и услуг. Поэтому есть экономический интерес. Конечно же, санкции бьют не только по России, но создают проблемы и для тех стран, которые традиционно имели большие объемы торговли с Российской Федерацией. Это первая проблема. Во-вторых, конечно, их тревожит война, может быть, не прямо у их границ, но у границ Европейского Союза. И эта война уже создала огромные проблемы для Европы, не только в экономическом плане, но и в плане проблемы беженцев. Несколько миллионов беженцев в Европе сейчас. И, конечно, наибольшее число в Польше, но большая нагрузка по беженцам на Германию. Во Франции, может быть, несколько меньше, но тоже есть наши беженцы, есть они и в Италии. И, естественно, эта нагрузка и для бюджета Евросоюза, это риски, риски эскалации конфликта. Вот, может быть, больше всего их волнует. Даже не экономические проблемы, которые уже есть, не желание вернуться к тому, что было, когда можно было спокойно торговать с Россией. И, я думаю, что сейчас, вот это тоже надо иметь в виду, очень многие, уже не только эксперты, но и политики понимают, быстрого выхода из санкционного режима против России не будет. Не будет возврата к норме, это как вот у нас не будет возврата к прежним отношениям с Россией. Уже было это понятно в 2014 году, но какие-то отношения сохранялись, там, частично торговля, какие-то личные отношения и так далее, все-таки дипломатические отношения сохранялись. А сейчас уже очевидно, прежних отношений с Россией не будет уже очень долго. Не только тех, что были до 2014 года, но и тех, что были с 2014 по 2022 год. Вот и таких отношений уже не будет. Будет такая заморозка отношений. Ну, разве что, если в самой России ситуация резко поменяется в антипутинскую сторону, вот тогда, да, какое-то улучшение будет возможно. Но так, я думаю, что враждебные, отчужденные отношения между двумя странами, это уже перспектива как минимум на одно поколение. В Европе несколько другая будет ситуация, но Европа после того, что произошло с Украиной и вообще вот этой российской агрессией против Украины, она вынуждена будет сейчас перестраивать свою политику, в частности энергетическую. Вот как они ее перестраивали в свое время после так называемых газовых войн. И перестраивали очень специфически. В том числе, например, Германия согласилась на строительство северных потоков. Сначала первого, потом и второго. Они таким образом диверсифицировали риски газовых войн, уменьшали зависимость от конфликта между Россией и Украиной. А сейчас стало понятно, что проблема ведь не только в Украине или в конфликте между Россией и Украиной. Проблема в самой России. Поэтому надо уменьшить зависимость от России. И они уже это начали. Просто это, может быть, будет решаться не одномоментно, но то, что они будут сейчас резко сокращать зависимость по газу от России. Это, прежде всего, касается Германии. Процесс уже начался. Они уже начали строить новые ЛНЖ-терминалы, терминалы по приему жиженого газа. Начали искать поставщиков. И это не только Россия. Этим занимаются и другие страны Европейского Союза, у которых была такая зависимость от России. Ну и по нефти. По нефти тоже будут сокращать. Это не сразу. У некоторых стран очень большая зависимость, особенно у Венгрии, Словакии, у Чехии. У Чехии по газу тоже. Хотя Чехии, в отличие от венгров, они, понимая все риски, они готовы идти на нефтяной эмбарго, но, конечно, требуют переходного периода. Но так или иначе, вот эта зависимость энергетическая, она будет сокращаться. Это только вопрос времени. Ну и, может быть, того, насколько радикально это будет делаться, или поэтапно, или постепенно. В этом плане, я думаю, иллюзий нет. И то, что экономические отношения будут тоже сокращаться с Россией, это тоже очевидно. Сейчас в силу санкций. Но, тем не менее, все-таки, знаете, всегда есть желание, а вдруг получится вернуться к норме хотя бы частично. Вдруг нам все-таки удастся как-то разрядить, загладить все эти проблемы, противоречия. Ну и самое главное, прекратить войну, чтобы вот снять эту проблему, чтобы не стреляли пушки, не гибли люди. Европейцы всегда это очень тревожат, тем более, если это рядом с границами. Поэтому есть такой, я бы сказал, гуманитарный и политический интерес, в первую очередь, для прекращения войны. Есть экономический интерес. Он сейчас, так скажем, ограничен. Но все-таки есть понимание, что возврата не будет в полной мере к прежнему отношению. Но все-таки, а вдруг получится постепенно восстановить какие-то и нормальные экономические отношения. И, наконец, надо учитывать, когда звучат призывы к диалогу с Путиным от Макрона, от Шольца, от премьер-министра Италии. Это отражение давней европейской демократической традиции. Лучше диалог, переговоры, чем война и конфликт. Другое дело, что даже сами европейские лидеры уже понимают, ну не получится просто так наладить этот диалог. Вот у них все-таки есть, знаете, такой небольшой когнитивный диссонанс. Они действуют по инерции в отношениях с Путиным, как будто это отношения с нормальным политическим лидером. Но они уже видят, что они наталкиваются на стену. Вот Шольц об этом сказал. Он пытался убеждать Путина, что надо прекращать войну, иначе будут большие экономические и политические проблемы. На что он получает ответ «нет». Сейчас Путин не готов к никакому диалогу. Ответ простой, потому что Путин пытается решить проблемы, которые он сам создал в отношениях с Украиной, путем войны. Путин – машина войны. Путин – современный Гитлер. Это сейчас, вот мои слова, могут восприниматься как пропагандистские какие-то штампы, как установки какие-то политические. Но это реальная, к сожалению, ситуация. И в политическом, психологическом смысле. Надо понимать логику действий Путина. Если он и готов договариваться, как говорят некоторые источники, то на таких условиях, которые нам неприемлемы, это чтобы мы признали Крым российским, отказались от Донбасса, а теперь уже не только от Донбасса. Можно сказать с очень высокой степенью вероятности, что в случае возобновления переговоров Путин будет требовать отчуждения от Украины и сохранения под своим контролем оккупированных земель и на востоке, и на юге Украины. В частности, речь идет о юге Запорожской области и Херсонской области. То есть Путин будет стремиться сохранить вот этот сухопутный коридор от Донбасса до Крыма под контролем России. Естественно, для нас это неприемлемо. И вот здесь возникает очень противоречивая ситуация. Логика европейских лидеров понятна. Это скорее действительно вот такая традиционная, либеральная попытка урегулировать все мирным переговорным путем. Но теперь ответ может быть не очень популярный и не очень позитивный. К сожалению, именно на данный момент это вряд ли возможно. Именно на данный момент. Если еще месяц, полтора назад, ну полтора месяца назад, вот конец марта, начало апреля, были какие-то шансы, может быть прогресс в переговорах. Но в апреле, особенно во всем, в течение всего апреля, ситуация резко поменялась и не в лучшую сторону. Сразу сработало несколько факторов. Во-первых, стало очевидно, что Россия не хочет останавливаться. Начался, как они говорят, второй этап, второй фазы войны. Наступление на Донбассе и попытка наступления на юге Украины. То есть они хотят идти дальше. Они хотят, как минимум, закрепить за собой оккупацию целого ряда новых украинских территорий. Это то, что заявлялось и раньше, выход на границы Донецкой и Луганской областей, чтобы не только ДНР, ЛНР так называемые, а весь Донбасс, вся территория Донецкой и Луганской области была под контролем России. Ну и вот захватить юг, хотя бы частично, с Николаевской областью и тем более с Одессой не получается, ну вот хотя бы частично захватить побережье Азовского моря плюс Херсонскую область, чтобы обеспечить приток Днепровской воды в Крым. Вот такая задача минимум. Но кто его знает, ястребы в России, те, кто выступает за войну до победного конца Анты, они требуют большего, что не надо останавливаться, надо идти дальше. Правда, дальше они и хотят идти, но не могут, не получается. Но все-таки военная логика в действиях Путина, пусть инерционна, но она сохраняется. Вот это первая проблема. То есть Путин не хочет останавливаться, Путин хочет военным путем навязать свои условия мира для Украины и для Запада. Кстати, вот сейчас уже со стороны России начинают звучать требования и предложения, что, мол, к переговорам должен подключиться и Запад. А это потому, что они пропагандистки хотят сделать видимость, что они воюют не только с Украиной, но с Западом. Ну а во-вторых, чисто практически, им же нужно как-то договариваться о снятии санкций. Вот это тоже их интересует. Поэтому вот они пытаются в перспективе еще расширить формат переговоров. Но так или иначе, пока военный путь решения украинского вопроса, как говорят в Москве, он для них остается главным. Они от этого не отказываются. Вторая проблема, которая мешает переговорам и какому-то мирному соглашению. Это трагедии, которые произошли в апреле. И вот сейчас происходит... Еще эта проблема не завершена, к сожалению. Остается актуальной. Проблема Мариуполя, трагедия Мариуполя, в том числе и проблема эвакуации наших защитников Мариуполя. Но трагедия Бучи, трагедия Мариуполя и то, что осталось после российской оккупации, то, что мы видим вот на севере страны, особенно в Киевской области, и продолжение обстрелов приграничных наших областей, Черниговской, Сумской областей, это тоже проблема, которая мешает переговорам. Проблема Бучи, трагедия Бучи, это моральная проблема. Вот как договариваться с такими людьми, которые совершили столь чудовищные преступления. Для общественного мнения в Украине это вызов. Это очень осложняет переговорный процесс. Это, кстати, повлияло и на европейцев, на лидеров Европейского Союза. Это, кстати, принципиально новая ситуация, которой не было раньше, когда лидеры Европейского Союза публично заявляют о сильной поддержке Украины, о готовности помогать Украине вплоть до ее победы в войне. Об этом говорит даже глава европейской дипломатии. Казалось бы, дипломата говорит о поддержке войне. И тоже, что очень важно. Вот мы начинали с позиций Германии, Франции и Италии, а сейчас очень показательно, что руководство Европейского Союза, оно имеет более последовательную и радикальную позицию, проукраинскую, и против России, нежели вот лидеры трех наиболее влиятельных стран Европейского Союза. Вот такой парадокс. Но это новая ситуация. И, кстати, нам этой ситуацией надо пользоваться. Но так или иначе, это все следствие того шока трагедии Бучи. И трагедия Бучи морально, психологически, негативно повлияла на ход переговорного процесса. И, наконец, третий фактор. Он же касается украинской стороны. Украина увидела, что мы можем успешно защищать свои позиции. мы можем не только обороняться, мы можем переходить наступление, мы можем освобождать свои территории. Кроме того, в апреле, в середине, второй половине апреля были приняты очень важные решения, ну и в начале мая, которые позволяют усилить военный потенциал Украины и укрепить наш экономический потенциал сопротивления. Это решение о военно-технической поддержке Украины, о поставках тяжелого вооружения в Украину. Это закон о ленд-лизе, который принят в США. Это недавнее решение о том, что увеличивается финансовая поддержка Украины, опять-таки, для укрепления военного потенциала нашей страны и для экономической поддержки нашей страны. Вот принят пакет финансовой поддержки Украины на 40 миллиардов долларов в США. И тоже соответствующее решение в меньших объемах принято в Европейском Союзе на уровне большой семерки. И, конечно, это усиливает наш оптимизм. Поэтому появились в последние недели заявления и президента Зеленского, и министра иностранных дел Кулеба, и главнокомандующего вооруженными силами заложенного о том, что Украина будет стремиться к освобождению всех оккупированных территорий. То есть, в этом плане и Украина она не собирается идти на российские ультиматумы, на их выполнение, на их принятие. Если мы не капитулировали в конце февраля, в начале марта, когда была тяжелейшая ситуация, враг был под Киевом, то сейчас расстановка сил для нас гораздо более благоприятная. Поэтому мы можем выстоять, и мы можем даже перейти, если объемы поддержки придут вовремя, не будет задержек с поставками тяжелых вооружений, то тогда у нас появится шанс, отстояв наши позиции в ближайшие недели, постепенно перейти в контрнаступление. И где-то это уже происходит, как под Харьковом, например. Поэтому и для Украины сейчас нет смысла соглашаться на какие-то российские условия, тем более, что мы видим, и Путин не очень хочет искать компромиссы. Вот такая ситуация. То есть, мы видим пока аргументы, которые говорят о том, что вряд ли в ближайшее время, не только сейчас, а даже в ближайшее время, в течение ближайших недель, и даже, возможно, я знаю, месяца-двух, вряд ли есть вероятность того, что стороны сядут за стол переговоров и начнут искать какой-то рациональный компромиссный вариант выхода из этой войны. Когда, возможно, сейчас последний тезис, очень важный, но все-таки возобновление переговоров возможно. Либо по частным вопросам, вот как сейчас пытались договариваться, мы пока не знаем, чем вся эта история завершится, но пытались договариваться об эвакуации наших бойцов из Мариуполя. Вроде бы эта эвакуация началась, но есть проблемы, которые могут ее сорвать, могут опять завести в тупик эту проблему и разрушить дальнейший переговорный процесс. Если Россия начнет действовать пропагандистски, начнет устраивать судилища над нашими бойцами, ну тогда вот это разрушит только переговорный процесс. Но если в перспективе спустя несколько месяцев по разным причинам, например, что мы не получим достаточной военной поддержки в виде оружия, боеприпасов, вот война зависнет и перейдет в позиционную фазу, такой сценарий к сожалению тоже возможен. То есть ни одна из сторон не будет иметь достаточных сил и ресурсов для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Вот тогда рано или поздно через какое-то время видимо придется садиться за стол переговоров и вот тогда в случае зависания войны те же самые европейские лидеры первыми начнут настаивать на том, что надо выходить из войны переговорным путем. Сейчас пока это скорее отражение я бы сказал такой исторической и политической традиции, что давайте лучше через переговоры чем через войну. Но пока это практически маловероятно. А вот если война затянется, то тогда и Запад может проявить особенно Европейский союз, отдельные европейские страны могут проявить более активные усилия, чтобы возобновить переговорный процесс. Но пока этот сценарий остается я бы сказал вторичным. На данный момент и Россия и Украина пытаются решить нынешние проблемы именно военным путем. Как раз хотелось спросить о возможности компромисса. По моим ощущениям вот эти представители Италии, Германии, Франции фактически не против принудить нас к уже известной нам форме капитуляции. Потому что многие украинцы, если не сказать большим словом, именно так оценивают Минск-1 и Минск-2 как форму капитуляции. И они нас мягонько подводят к Минску-3. Мы уже на собственном примере знаем, на собственном опыте, к чему это приводит. На время заморозить, набраться сил, пойти дальше. Уже оттякал у нас больше, чем по ситуации на 24 февраля. И только потому, что мы на Минск-2 и на Минск-1 пошли. И вот такой у меня вопрос. А как упомянутые вами азовцы могут быть использованы, плененные фактически Российской Федерацией, для того, чтобы давить на Украину и достигать для себя возможности этого Минска-3? И согласны ли вы с такой оценкой, что возможно даже коррумпированный некоторые западные политики, например, господин Орбан, который почему-то получал газ от России втрое или в четверо дешевле для рыночной цены, разве это не форма коррупции политической? И стал фактически лоббистом современного Гитлера, он же Путин. Так вот, согласны ли вы с такой оценкой, что нас будет принуждать в форме капитуляции и возможно коррумпированные западные политики? И прошу прощения, что такое длинный вопрос? И как тут может быть полезна Россия ситуация с фактически заложниками, захваченными ими в моем поле? Тут сразу несколько вопросов в одном. Что касается коррумпированных политиков, я бы не упрощал ситуацию. Коррупция есть. И вот когда Шрёдер идет работать, бывший канцлер ФРГ, идет работать в российскую компанию за высокий гонорар, это прямая политическая коррупция. Когда Мари Липен не на этих на прошлых выборах получает суду от российского банка для финансирования своей избирательной компании, пусть не прямо, косвенно, это тоже политическая коррупция, информационная поддержка от России и тому подобное. Скрытая коррупция наверняка существует. Об этом было много публикаций еще задолго до войны. И есть очень много подозрений о том, что Россия финансирует целый ряд правых и иногда левых политических партий, поддерживает их информационно, тут нет никаких сомнений. Вот факт финансовой поддержки, это надо уже расследовать. Есть, конечно, я бы сказал, коррупция на государственном уровне. Вы правильно Уорбана упомянули, когда привязывают к себе целые страны и политические, и экономические, давая им скидку в цене на газ или на нефть. Да, это тоже есть. У Уорбана тут еще есть проблема конфликта и противоречия в отношениях с руководством Европейского Союза, а сейчас и с руководством США, и Россия это тоже использует. Но Уорбан хитрый очень политик. Он ведь он не блокировал санкции против России. Это сейчас нефтяной эмбарго он блокирует, потому что тут действительно есть не только для, он это знает, не только для Венгрии, но и для Словакии, также достаточно сильно для Чехии есть проблема. Поэтому он пытается здесь играть на экономическом эгоизме. Поэтому здесь пусть не прямо, косвенно тоже присутствует коррупция, тем более есть публикации, что там целый ряд компаний венгерских связаны с Россией, через них тоже могло идти финансирование деятельности Орбана. Поэтому да, проблема к сожалению есть. Но теперь уже переходя к проблемам переговоров между Россией и Украиной, Орбан на это не влияет. Орбан влияет на принятие решений внутри Европейского Союза. Вот здесь да, по шестому пакету санкций по нефтяному эмбарго он влияет, пока блокирует. По остальным санкциям нет, по нефтяному эмбарго да. А вот на переговоры он не влияет. Здесь скорее может влиять позиция действительно Франции, Германии и Италии. Вот нынешний премьер Италии Марио Драги вообще он очень разумный рациональный политик, он предлагает изменить порядок принятия решений в Европейском Союзе и таким образом, что это в принципе будет даже выгодно нам, чтобы снять блокирующие право вед отдельных стран. Вот тут как раз Драги можно поддерживать и Драги кстати говоря тоже активно поддерживал политику санкций против России. В этом плане Драги занимает на мой взгляд более активную позицию чем предыдущее итальянское правительство и бывшие итальянские премьеры и чем например Германия и Франция. Но они действительно стройники компромисса. Я бы не использовал термин давление. Вот раньше когда вы говорили о первых и вторых минских соглашениях да вот тогда давление было и не только со стороны европейских лидеров давление было и со стороны Соединенных Штатов Америки со стороны администрации президента Обама Именно поэтому Порошенко ну не только поэтому там были были риски военные конечно но именно поэтому Порошенко и согласился на подписание первых и вторых минских соглашений давление было и после этого но потом уже Порошенко боялся потому что он видел что это приведет к проблемам внутри страны поэтому он имитировал продолжение переговорного процесса но на самом деле как бы пытался найти равновесие но на давление он уступал когда было сильное давление он уступал как правильно вот сейчас ситуация другая во-первых мы видим что и до войны Зеленский не особо поддавался на давление наоборот он не скрывал своего критического отношения к таким ситуациям которые не отвечали интересам страны ну например вот по ситуации с Nord Stream 2 северным потоком 2 он открыто критиковал это давно такого не было чтобы наши лидеры критиковали западных лидеров тем более США и Германии а сейчас когда все увидели что Украина успешно может защищаться и все в цивилизованном мире аплодируют героизму украинской армии и украинского общества сейчас я думаю прекрасно понимают и в Берлине и Париже давить на нас не получится они скорее просят они скорее предлагают варианты то есть это не давление вот в нынешней ситуации давление работать не будет тем более что также нужно учитывать ведь ситуация в западном мире она тоже другая во-первых западный мир увидел огромные риски продолжения российской агрессии просто реакция разная вот если раньше как бы да давайте мы будем умиротворять Путина и так далее с этим большинство соглашались кто-то не доверял но тем не менее как бы да все понимали лучше вести переговоры а сейчас очевидно что нужно сдерживать российскую агрессию сдерживать в том числе санкционным путем а теперь вторая проблема а вот что дальше и вот тут есть две противоположных линии уже в самом западном лагере в самом западном мире одна линия вот одна позиция которую вы озвучили и которую мы тоже видим это путь возобновления умиротворения Путина попытка сохранить ему лицо это кстати связано еще знаете с чем на самом деле европейские лидеры боятся не просто расширения конфликта того что конфликт перейдет и на Европу они боятся конечно того что это затронет и европейские страны но они боятся еще сильнее что Путин совсем сидит с катушек и может использовать даже ядерное оружие вот этого они наверное боятся больше всего и тут традиционно возникает тема а давайте сохраним ему лицо однако как показывает опыт вы правильно вспомнили про первые и вторые минские соглашения это к сожалению наверное не эффективный путь это лишь передышка войне да можно договориться о перемирии прекращении огня а потом война опять возобновится поэтому и для нас будет неприемлемо стратегически тактически я не исключаю теоретически может быть ситуация когда на какое-то время может быть и договоренность о прекращении огня вот если война зависит в позиционной форме такое в принципе возможно но стратегически Украина не будет соглашаться на отчуждение части своих территорий на отказ от своего суверенитета даже частично этого для нас неприемлемо и Зеленский об этом прямо сказал Макрону который такой сценарий пытался продвигать но тем не менее вот стремление найти какой-то новый компромисс с Путиным условный Минск-3 только теперь уже не на Донбассе а приметно ко всей Украине да такая попытка вот особенно в Германии и Франции она явно просматривается это такой я бы сказал путь умиротворения но с поправкой на новые обстоятельства а теперь второй подход который мы видим у США и Великобритании подход более жесткий более последовательный и для нас очень важно что этот подход поддерживается и руководством Евросоюза то есть в Европе тут нет доминирования Германии и Франции руководство Евросоюза скорее здесь ближе к позиции США и Великобритании хотя эти страны не входят в Евросоюз так вот этот подход заключается в том что нужно максимально ослабить Россию и помочь Украине выиграть эту войну выиграть в каких терминах освободить оккупированные территории вот тут есть нюансы тоже их надо понимать и надо быть реалистами есть задача минимум освободить территории оккупированные после 24 февраля это задача минимум тут и Украина к этому стремится естественно и думаю что нам будут в этом плане помогать большинство западных стран задача максимум и вот тут есть сложности и могут возникнуть проблемы освободить все оккупированные территории включая Донбасс и Крым если по Донбассу это более возможно если удастся сломать российское сопротивление и побежит российская армия на востоке я думаю что просто что называется на плечах отступающих войск мы можем освободить Донбасс с Крымом будет сложнее и в военном и в политическом плане более того вот тут я озвучу может быть не совсем приятную вещь надо прекрасно понимать и об этом говорят многие эксперты и западные и российские в случае с Крымом может быть риск применения ядерного оружия вот давайте это четко осознавать я понимаю все мы хотим полного освобождения всех украинских территорий включая Крым но если по Донбассу я думаю что этот риск минимальный Донбасс в России не считают своим какие бы там планы не были по присоединению по аннексии но Донбасс Херсонщина это скорее чисто тактические сценарии присоединения они все-таки в России не считаются в полной мере своими территориями по Крыму другая ситуация в Крыму военно-морская база России и вот у них есть ощущение что это уже будет нападение на Россию и вот тогда согласно российской военной доктрине они могут применить ядерное оружие и такой риск реально существует поэтому я думаю что если дело дойдет в перспективе до возможности освобождения Крыма придется действовать по обстоятельствам если будет такая возможность прежде всего политически если просто в России начнется коллапс политической системы я думаю я думаю что тогда это будет сейчас да 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 так вот тогда тогда да я думаю что будет возможность учитывая деморализацию в Кремле и в российской власти тогда будет возможность освободить и Крым а вот если да российская армия будет отступать но очевидно что что называется сходу лихим наступлением не удастся освободить Крым а возникнет опасность того что Россия может применить ядерное оружие против Украины вот тогда я думаю надо будет действовать более осторожно чтобы не создавать для нашей страны новых и очень опасных рисков может ли возникнуть этот коллапс внутри политической проблемы элит в Российской Федерации после чего они возникнут и все таки ответьте на вопрос как может Россия сейчас для достижения своих геополитических целей для своих целей в Украине использовать захваченных плен азовцев да про азовцев я не ответил да но сразу скажу о том для чего может и как Россия использовать захваченных плен не только азовцев на самом деле об этом говорит вот постоянное Министерство обороны Украины это просто вопрос справедливости даже потому что Россия намеренно концентрирует внимание только на азовцев она пытается создать впечатление что там только азовцы на самом деле там и морпехи украинские это азовцы часть национальной гвардии а морпехи это вооруженные силы ну как бы вроде бы ведомственное различие но их надо иметь ввиду да есть пограничники есть есть старооборона есть полиция то есть как бы там есть разные люди с оружием из разных ведомств но все они защитники Мариуполя для нас они все героические защитники Мариуполя Россия она акцентирует проблему только на Азове по одной простой причине вот это самое главное обстоятельство они хотят сделать из пленения азовцев я думаю по этой причине они согласились на эвакуацию с обменом потому что судя по всему судя по косвенным признакам даже Володин обмолвился ну вернее не обмолвился а как бы само суть решения которое инициировано в Госдуме запретить обмен поэтому возможно тут такая я бы сказал циничная и подлая двухходовка или трехходовка со стороны России они формально могли согласиться на обмен на то то есть чтобы прекратились военные действия на Азов стали им это нужно тоже в пропагандистских целях и как бы свидетельство того что все проблема Мариуполя снята Мариуполь полностью под контролем потому что это знаете как геморрой вот ничего не могут сделать а тут все-таки проблема решается но после этого они отказываются или скажем так мы их обменяем не только тогда когда будет судебный приговор у них есть потребность создать какое-то пропагандистское шоу судилище над Азовцами это не просто судилище а это же реализация одной из целей войны публично заявленной Путиным деноцификация они хотят представить всех защитников Мариуполя нацистами и провести свой такой мини-процесс над украинскими нацистами как они считают вот это очень подлый сценарий фактически если действительно были договоренности об обмене скорее всего причем с участием ИОН Международного Красного Креста и тут вдруг вот все переигрывается то это разрушит дальнейший переговорный процесс кстати говоря вот тут уже надо апеллировать Германии и Франции очень хорошо что Зеленский провел переговоры и с Шольцем и с Макроном вчера потому что они тогда должны тоже действовать вы хотите переговоров вы хотите в перспективе мирного соглашения вот сейчас тест если Путин российская власть нарушает договоренности об обмене защитников Мариуполя никаких тогда дальнейших переговорах тем более мирных соглашениях с Россией сейчас в ближайшее время не может быть речи просто все это тест на договоры способность России вот это нужно иметь ввиду но Россия судя по всему хочет сделать некое пропагандистское шоу в виде суда над якобы украинскими нацистами но это только одна цель это скорее для внутреннего потребления для того чтобы показать россиянам что видите мы достигли одной из целей войны хотя бы частично вторая цель тоже очень опасная но уже она направлена вот эта задача на Украину через вот эту подлую комбинацию с срывом обмена защитников Мариуполя на российских пленных через суд над защитниками Мариуполя пропагандистский суд Россия хочет спровоцировать конфликты внутренние противоречия внутри Украины вот в чем еще задача и то что сейчас уже к сожалению некоторые наши горячие головы начинают разгонять вот эту тему зрады это подыгрывание России российскому сценарию вот в чем беда и вот как не понимают эти горячие головы я не хочу там есть там и политические интересы отдельных партий отдельных политических лидеров которые хотят сыграть на этой теме они хотят ну как же так да сейчас все переиграл использую Зеленского и вот они сейчас хотят использовать этот шанс для того чтобы подорвать позиции Зеленского и подняться сами но надо же думать о интересах страны если сейчас играть вот в этот сценарий зрады и начинать раскручивать вот эту грязную пену внутренних разборок то это в итоге сыграет в пользу России вот это надо понимать поэтому вот я обращу внимание в этой связи очень важную деталь Белецкий ну который точно не является симпатиком Зеленского да и другие руководители Азова и военные руководители полка Азов и вот и те кто связан с национальным корпусом вот в первую очередь сам Белецкий они говорят давайте будем проявлять терпение и деликатность история не завершена она идет пока по очень сложному и пока нам не до конца известному сценарию посмотрим как это будет развиваться в ближайшие дни но вот раз Белецкий здесь не поддерживает вот эти сценарии зрады значит там не все так плохо и не все так негативно там есть варианты есть шансы на спасение на освобождение защитников Мариуполя поэтому надо быть очень деликатными надо быть очень осторожными Россия будет использовать тему Азовцев на мой взгляд не столько для давления на Украину в переговорном процессе сколько вот именно для того чтобы посеять раздор внутри украинского общества усилить какие-то конфликтные настроения против украинской власти чтобы мы между собой опять начали собачиться уж извините за это слово вместо того чтобы всем вместе противостоять российской агрессии ну и конечно вот это пропагандистское шоу поэтому давление будет скорее вот в такой форме психологической пропагандистской форме и нам надо воспринимать это очень хладнокровно главное чтобы как вот правильно и очень хорошо на мой взгляд сказал президент зеленский украинский герои остаться живыми может быть они вернутся на родину не сразу чуть позже тут есть турецкий сценарий который тоже уже публично озвучен что их могут отдать Турции а потом уже после окончания войны они вернутся из Турции в Украину в принципе это тоже один из вариантов решения проблемы может быть он тоже на столе переговоров или тоже есть какие-то договоренности на этот счет посмотрим но так или иначе вот проблема азовцев это важный фактор который будет влиять на дальнейший переговорный процесс если Россия сорвет вот эти секретные договоренности об обмене ну тогда это очень негативно повлияет на дальнейший переговорный процесс и война будет продолжаться и тут наше недоверие к россиянам наша ненависть к россиянам будет еще сильнее это естественно будет проявляться не только в ходе военных действий но и в политических контактах и это крайне негативно повлияет на переговорный процесс и вот отвлекся на азовцев был еще вопрос напомните а российский когда может возникнуть вот этот коллапс когда начнет режим Путина шататься да 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 вот что как это может повлиять на Россию ну с азовцами тут скорее они хотят получить позитивный эффект потому что происходило последние полтора два месяца это для них скорее были плохие новости никаких радостных и победных новостей не было и это уже стало негативно сказываться на общественном мнении во первых как минимум общественное мнение стало остывать к войне внимание к войне против Украины стало ослабевать уменьшаться да это тревожит потому что для путинского режима война против Украины это сейчас главный способ легитимации главный способ поддержания величия Путина незыблемости режима и так далее и вот тут вторая сторона ответ на ваш вопрос что может повлиять на внутреннее состояние этого режима его военное поражение его военное поражение вот это самое главное это единственный инструмент единственный способ расшатать этот режим изнутри даже под влиянием санкций он расшатываться не будет санкции в чем их суть санкции действительно не изменят политику России не изменят политику Путина ну в лучшем случае вот они будут его подталкивать к каким-то компромиссным вариантам ну допустим прекратить войну но остаться на территории Украины но нас это не устраивает такая ситуация а их да Путина да это устроит уже готовы отказаться от планов захвата всей Украины хотят удовлетвориться там хотя бы Донбассом и вот Херсонской областью и частью югом Запорожской области вот такие планы у россиян судя по всему есть поэтому санкции вот они ослабляют военный экономический потенциал России и будут ослаблять его дальше но они войну сами по себе не прекратят а вот военное поражение поставки Украине оружия современного которое даст возможность перейти в контрнаступление если в самой России увидят поражение российских войск то что российские войска бегут это может повлиять крайне негативно на настроение в самом российском обществе это вряд ли приведет к революции тоже будем откровенно оценивать ситуацию но может усиливать настроение брожения когда социально-экономическое недовольство которое так иначе будет накапливаться оно будет соединяться с подрывом доверия к власти а как же так как там говорило в старом советском фильме царь не настоящий да а тут а как же так Путин оказывается не такой великий раз российская армия проигрывает значит что-то не так значит либо там предатели либо они плохие руководители раз и мы стали беднее и войну не выигрываем значит что-то не так в российском государстве но самое серьезное это брожение и шатание в российских элитах внутренние недоверия взаимные разборки которые могут начаться далее ослабление силовой вертикали опыт исторический вот если сравнивать нынешнюю ситуацию с тем что происходило раньше в самой России да и во многих других странах мира когда рушились диктаторские режимы после военных поражений либо они полностью проигрывали войну как это случилось с гитлеровской Германией или милитаристской Японии или с режимом Муссолини либо ну кстати Муссолини тоже ведь как проигрывал когда стало очевидно что Италия в союзе с Германией проигрывает войну то тогда и король итальянский и часть элит решили просто убрать Муссолини мы не можем сейчас сказать готова ли хотя бы часть российской верхушки на что-то подобное по отношению к Путину скорее нет чем да они боятся Путина и говорят что Путин ну максимально контролирует структуры безопасности он вообще как бы видимо сейчас очень склонен к паранойи и его ближайшее окружение слишком с ним связано их будущее зависит только от Путина у них нет будущего без Путина у Патрушева у вот этих олигархов типа Кавычук Артенбергов у молодых силовиков назначенцев Путина все они выдвиженцы Путина и у них нет будущего без него поэтому вряд ли они будут делать переворот и отстранять его от власти но вот может же действительно развиваться ситуация что называется стихийно лавинообразно цепной реакции когда режим начнет рушиться изнутри вот эта сила власти некая тайна власти которая связана с Путиным окажется пустышкой вот как сказал классик опять процитирую а король-то голый король-то слабый вот если это ощущение начнет возникать и в народе и в элитах вот тогда режим начнет рушиться как это кстати происходило в России во время частично во время первой русской революции потом в 17-м году в феврале да и позже и как это происходило кстати в последние годы существования Советского Союза ну и есть примеры по другим странам мира именно военные поражения могут стать триггером спусковым крючком для вот этой цепной реакции внутреннего разрушения режима об этом кстати говорят и целый ряд исторических и политологических исследований с обобщением международного опыта поэтому вот этот фактор военного поражения он может стать решающим а дальше все зависит от того насколько военно-техническая помощь наших международных партнеров окажется своевременной и достаточной для того чтобы мы смогли нанести эти военные поражения тут конечно надо учитывать что естественно Путин просто так сдаваться не будет и он может пойти на дополнительную мобилизацию может быть не полную частичную потому что к полной мобилизации России не готова об этом пишут даже российские источники и не готова организационно структурно сама армия это советская армия она была кадрирована и в принципе там расчет был на то что можно было пополнять дивизии а офицеры будут обучать новобранцев а сейчас структура российской армии другая и сами российские источники говорят что после той реформы которая прошла невозможно быстро увеличить несколько раз российскую армию просто невозможно даже вот через мобилизационные механизмы и к тому же это создаст и социальные экономические проблемы и вот что тоже показательно об этом говорят российские социологи даже прокремлевские простой россиянин пропутински настроены потому что есть еще молчащее большинство те кто не хотят что называется светиться своими негативными настроениями они недовольны ситуацией особенно средний класс российский значительная его часть сконцентрированные в Москве в Петербурге в Екатеринбурге в крупных городах они недовольны ситуацией но они не хотят выказывать свое недовольство у них диссонанс они не знают что делать а вот простой обыватель который Путина поддерживает но он воевать не хочет об этом говорят даже прокремлевские социологи вот такой тоже парадокс это тоже показатель того что не все там так просто и тенденции уже негативные более того да сейчас вот еще один важный момент скажу на самом деле вот этот когнитивный диссонанс даже у простых обывателей он ведь проявляется еще и в том что есть уже эмоциональная усталость от этой войны от нее начинают закрываться и наконец тоже важный момент об этом тоже говорят российские эксперты почему Путин не пойдет на полную мобилизацию потому что очень опасно дать оружие широкой массе россиян еще неизвестно против кого они это оружие повернут и как они это оружие могут использовать потому что про бессмысленный и беспощадный российский бунт про который еще 200 лет назад сказал классик они помнят это может произойти и сейчас не обязательно это будет какая-то антипутинская революция это скорее будет вот именно какая-то гражданская война направленная уже не против украины а внутрь россии и это будет очень опасно вот это будет может быть самый страшный сон не только для Путина но и для самой России последняя фраза я вот знаете перефразирую известную фразу Булгакова мы ее все помним разруха начинается в головах так вот применяя эту мысль к нынешней ситуации поражение тоже начинается в головах и победа начинается в головах то что украинцы не сдались и по сей день еще больше они ориентированы на победу вот это наша политическая воля это наш главный ресурс а у россиян мы видим сейчас прямо противоположную ситуацию неуверенность неопределенность вот эти шатания которые начинаются и в элитах и в самом российском обществе вот это зарождение вот эти первые ростки поражения в головах россиян вы правильно упомянули что слабеющий диктатор это сигнал к его свите и его крепостным его рабам что наверное и государство что-то в нем не в порядке так вот наблюдая много лет наверное даже десятилетий Путина замечаете ли вы сейчас во время его речи на параде победы где не было победы или же на позавчерашней встрече с ОДКБ где даже его приближенные диктаторы маленьких государств соседей не выказали солидарности если там признаки близкого конца Путина в его слабости ну про конец Путина это многие сейчас любят порассуждать поговорить может быть мы желаем и выдаем за действительное хотя вот есть уже публикации в разных изданиях и не только в таблоидах о том что у Путина действительно серьезные проблемы со здоровьем это влияет на него тоже негативно то что у Путина не очень хорошее психоэмоциональное состояние и наверное и эмоционально психологическое и физиологическое состояние это очень заметно это очень заметно и внешне это проявляется вот вы упомянули его выступление на параде победы 9 мая но это действительно не было победным выступлением не было чем похвастаться но самое главное интонация тональность это не было выступление победителя и вот сейчас многие пишут об этом и вот в таких формулировках поникший блеклый Путин на фоне Путина Лукашенко который фонтанирует разными мемами разными заявлениями очень противоречивыми кстати он то поддерживает Путина и призывает к борьбе с западом то поет дифирамбы украинской армии и призывает своих военных учиться украинской армии напомню это Лукашенко который в феврале за несколько дней до войны говорил да что там воевать с этими украинцами с их деревянными автоматами и пистолетами это Лукашенко так говорил а сейчас он призывает учиться украинской армии или вот сейчас призывает учиться на саммите ОДКБ он призывает учиться дисциплине У Европейского Союза. Это уже просто, я думаю, что это почти оскорбление, я бы так сказал, говорить об этом на саммите ОДКБ. Но это все к тому, что Лукашенко просто фантамирует разными заявлениями. Его чаще цитируют, чем Путина. Цитируют чуть ли не каждый день. А Путина цитируют в лучшем случае раз в неделю. Путин где-то пропал. Он на втором плане. Блеклый, неэмоциональный. О войне он говорит уже без прежнего гнева и без вот этих жестких интонаций. У него сквозит неопределенность, неуверенность. Не прямо, косвенно. Вот скорее в его тональности выступлений. Именно неуверенность и неопределенность. Это доминирующее в оценке поведение Путина. И это видят элиты. Видят обслуживающий персонал. Отсюда такие странные вещи, которые раньше вряд ли были возможны. Специалисты-медийщики уже обратили на это внимание. Путина показывают как уходящую натуру. Вот этот вот видеоряд, когда он уходит. Уходящий Путин. Чуть ли не одинокий Путин. Вообще одиночество Путина, которое он сам создал. Вот эта ситуация стола, когда он далеко от всех остальных. И когда вот даже в окружении коллег по ДКБ как-то нерадостно не выглядит. Вот это коллективное фото тоже очень показательно. Мы визуально видим не победителей, а скорее людей, которые не знают, что с этим делать дальше. Как двигаться дальше. Неуверенность, неопределенность. Вот это ключевой диагноз состояния самого Путина, его верхушки и его коллег по ДКБ. По ДКБ вот просто два слова. Этот саммин тоже был очень показателен как диагноз. Потому что контраст мы увидели. Практически в одно время решение Швеции о Финляндии о присоединении к НАТО. Там есть свои проблемы с Турцией, но это скорее торги. Эрдоган тоже очень хитрый, сильный, хитрый политик. Он торгуется сейчас с американцами, с европейцами, пытается достичь своих целей. Но Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО. И это на фоне того, что Путин-то к чему стремился. Конец прошлого года, напомню, о том мы уже забыли, ультиматум Путина. НАТО должно вернуться к границам 1997 года. А тут не то, что не возвращается к границам 1997 года. НАТО расширяется. Не там, где Путин ожидал, но расширяется. На севере НАТО выходит на длинную границу с Россией на севере, в Финляндии. Ну и там Швеция тоже в Балтийском море граничит с Россией. И это ослабляет гиполитические позиции России. А что мы видим на контрасте с ОДКБ? ОДКБ это ведь антагонист НАТО. Но в НАТО около трех десятков стран. А в ОДКБ осталось всего шесть. Напомню, что когда создавалось ОДКБ, это был Ташкентский договор. А где сейчас Ташкент? Где Узубикистан? Он вышел из ОДКБ. Украину так не удалось туда затащить. И сейчас внутри ОДКБ разброты шатания. Это вынужден был даже признать Лукашенко. Путин, он убеждал. В закрытом режиме пытался уговаривать, убеждать, что не все так плохо с войной против Украины. Что надо оставаться все вместе. Лукашенко об этом сказал опять-таки ярче Путина. Но при этом он начал выдавать военные тайны. О том, что ОДКБ оказывается разбротой шатания. Поэтому надо учиться дисциплине у Европейского Союза. А почему разброты шатания? Потому что самое главное, они не хотят ввязываться в эту войну. Эта война для них чужая, опасная. И Казахстан и Армения прямо об этом сказали. Что они за прекращение войны. И за сохранение территориальной целостности Украины. Ну а Кыргызстана свои проблемы. Причем в том числе с членом ОДКБ Таджикистаном. Плюс с Узбекистаном проблемы. У Таджикистана проблема с талибами. Опасность со стороны Афганистана. У Армении конфликт с Азербайджаном. И очень непростая ситуация в отношениях с Турцией. Поэтому им не до Украины. Тут только лишь Лукашенко опять ерзает и посылает какие-то очень противоречивые сигналы. Во всем адресам. Он и Путину посылает сигналы и на Запад, и Украине. Только он уже запутался. Вот у кого уже, мне кажется, самая сильная шизофрения, причем в активной форме, это у Александра Григорьевича. О чем этот саммит тоже лишний раз и засвидетельствовал. Но это был саммит скукоживающегося и расстраивающегося ОДКБ на фоне растущего НАТО. Вот это тоже очень показательный и важный диагноз. Спасибо большое, огромное спасибо, Владимир Вячеславович. Будьте, пожалуйста, здоровы и слава Украине. Героям слава, да. Будем надеяться на нашу победу.